У каждого уважающего себя производителя игровых девайсов должна быть мышь, у которой кнопок больше, чем заклинаний инвокера. У HyperX раньше такой не было, теперь есть. Меня зовут Игнатов Олег, а это Pulsefire Raid, первая моба-мыш HyperX. Её основная задача – снять часть нагрузки с левой руки, которая вынуждена растягиваться по всей клавиатуре в поиске нужной комбинации. Ну и для большинства правая рука всё же основная. Для этого у Raid есть целых 11 программированных кнопок, на которые можно назначить любое сочетание клавиш, функций или макросы. В целом этого достаточно, чтобы вообще играть только мышью. При этом в HyperX решили не удивлять геймеров десяткам мелких кнопочек под большим пальцем, которые по отдельности не нажимаются, а ограничились всего пятью на левой боковине, но зато более удобными и с чётким разделением, исключающим ошибочное нажатие. По умолчанию две нижние – это назад-вперёд, верхняя регулирует громкость, а дальняя отключает звук полностью. Правда, до дальней боковой кнопки без смены хвата, если вы не богомол, дотянуться всё-таки сложно. Ещё шесть кнопок расположены сверху. Две основные – переключение DPI и колесо, которое помимо стандартного клика умеет нажиматься вправо и влево. Оно прорезиненное и скролли с чёткой отсечкой. Основные кнопки отделены от корпуса, имеют клик средней жёсткости и нажимаются по-разному. Правая более туго, чем левая. Под ними расположены микрики Amron с ресурсом 20 миллионов нажатий. Дополнительно, если её потрясти, можно услышать, как внутри что-то люфтит. Возможно, это правая кнопка или колесо, но при обычном использовании такой звук вызвать не получается. А вот чем RAID действительно удивило, так это сенсором. Как для ролевых игр, в которых особо размахивать мышью не приходится, сенсор тут слишком навороченный. Здесь установлен топовый Pixar 3389. Его максимум – 16 тысяч точек на дюйм, ускорение 50G и скорость слежения – 450 дюймов в секунду. Это больше 11 метров. Не каждый с такой скоростью сможет её швырнуть, не то что играть. Мышь имеет средний размер и эргономичную форму с завалом в правую сторону. Понятное дело, рассчитана она только под правую руку. Удобнее всего держать её ладонным и пальцевым хватом. Но когтевым тоже можно. Для этого левая основная кнопка имеет специальный изгиб, чтобы её можно было нажимать под любым углом. Как и в других новых моделях, корпус выполнен из приятного софт-тач пластика. Он легко собирает отпечатки, но достаточно износостойкий. А места, которые могут быстрее всего ушататься, сделаны из обычного матового пластика и имеют резиновые вставки. Так что всё надёжно и удобно. Есть две зоны подсветки. Они настраиваются отдельно – логотип и колесо. Причём колесо можно Бэтмена вызывать. Подсветка у него какая-то нереально дикая. В полной темноте оно отсвечивает аж на потолок. Вся настройка подсветки, сенсора и кнопок происходит в софте Ingenuity. Он красивый, но функциональность достаточно скромная. Идём дальше. Масса мышки 95 грамм. Чтобы она хорошо скользила, снизу есть две огромные тефлоновые ножки. Провод, как и у других Pulsefire, в тканевой оплётке. Мягкий, но, как по мне, не идеально гибкий и с эффектом памяти. Его длина – 1,8 метра. В общем, у Pulsefire Dart он однозначно лучше. Его там нет. Если подытожить, Pulsefire Raid – хорошая MOBA-мышь с приятным дизайном, топовым сенсором, качественными материалами и удобной формой, к которой очень быстро привыкаешь. Так что любителям бренда, у которых большой палец умеет нажимать больше, чем на две кнопки, эта мышь однозначно понравится. Пишите в комментариях, в каких играх вам не хватает кнопок на мышке. Спасибо, что посмотрели это видео, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok